Второй легчайший вес. Соперники весили на возвешивании почти одинаково. На 80 граммов был тяжелее Александр Бахтин. 55 килограммов, 200 граммов ровно. И 55-120 граммов потянули весы вот под этим мексиканским молодым человеком. Ну, не такой же он молодой, если уж не стоит. Честно говорить, ему 35 лет. Вот нам его представляют. И сейчас на риг поднимется Александр Бахтин. 29 лет, которого во всем мире знают, как Сашу Бахтина. Что интересно, мексиканский боксер провел 54 поединка. 33 победы, причем 26 нокаутом. Это очень хороший результат. Но при этом проиграл очень много. 19 проиграл. Из них 4 нокаута. Так вот, здесь возникает вопрос. Производится этот бой все это июня 10 раундов. Ну, вы знаете... И 33, и 19 у мексиканца. Не знаем, потому что это мексиканец. Да, никто не знает. Кстати, соперник поменялся. У Александра Бахтина буквально где-то за неделю, может, чуть больше до боя. Должен был быть другой боксер, очень сильный из США, но не смог приехать, отказался. И вот была найдена такая замена в лице Хосе Ангеле Баранзе. Но вы знаете, в чем дело. Ведь Бахтин, я думаю, что есть шанс, что все... Вот Александр Зимин и его подопечник выходят в ринг. Ведь Александр Бахтин, в общем-то, он не панчер такой ярко выраженный. Из 26 своих побед, 11 лишь он одержал досрочно. Но в последнее время стал бить все-таки жестче. Но все-таки никогда приоритетом нокаут для него не был. Он такой, как говорили раньше, игровик. Очень с хорошей техникой, легкий. Много что умеющий в ринге. Поэтому, может быть, бой продлится и все 12 раундов. Тем более, что, как вы сказали, мы знаем, мексиканские боксеры терпеливые. Они могут стоять до последнего. Ну, что говорить, вы сами все прекрасно знаете, уважаемые телезрители. И вот Александр Бахтин появился в ринге. Очень здорово настроен. Они здорово готовились со своим тренером, которого вы видите на своих экранах. Великолепный тренер Александр Зимин. Очень здорово, что он вернулся в Россию, наконец, после долгих лет работы в Японии. Да, они вместе и вернулись. Вы прекрасно знаете, что к последним боям Александр Зимин готовил Николая Валуева, которого вы только что видели на своих экранах. Ну, а теперь, собственно, легковесы – это конек Александра Зимина. Юрий Арбачаков, Юрий Арбачаков. Юрий Арбачаков, Юрий Арбачаков. Один из лучших рефери нашей страны будет судить в ринге этот бой. Ну, что ж, очень хочется посмотреть на Александра Бахтина. В основном мы с ними рефери в ринге, простите, Александр Горсков. Юрий Арбачаков, Калинкин, боковой судья. Так, слушаем. Тоже будет в синем углу. Ринг есть в синем углу. Представляет Александр Загорский, мексиканского боксера. Ну, я уже сказал, да, довольно возрастной. На 6 лет старше Саши Бахтина. Ну, а судить этот бой в ринге будет наш знаменитый тяжеловес. Евгений Арбачаков. Вы знаете, буквально час назад, наверное, я проходил по коридору. В небольшом перерыве, когда была реклама, проходил по коридору. И в полутенном коридоре увидел Александра. И хоть и там и было не светло, но я заметил такой блеск его глаза. Какой-то такой сумасшедший настрой на этот бой. А я был на его тренировках, когда вот где-то где-то 10 назад. Я видел, как они работали с Александром Зиминым. Ну, собственно, все говорят, и сам тренер и его наставник. Они прекрасно понимают, что они сейчас вот на самом пороге самых главных своих боев. Этот бой, конечно, нельзя сказать, что главное в его карьере, потому что... Главное, я не могу сказать, что это начало. Я слышал только в каком году. Кажется, вы, которые не являются самыми боевами. Редактор guerrahythm Making.